Вода даёт человеку правдивость, чистоту. Вода очищает человека. Когда человек стоит, омывается даже дома, пусть под душем с утра, становится чище, лучше понимает, как жить. Поэтому каждый день надо обязательно омываться после сна, чтобы правду почувствовать. А когда человек любит природу, очень по-доброму относится к воде, знаете, почему ставят, ну, разный, допустим, крест, там, это считается святое место, да, поставили крест, осветили источник, стал святым источником. Он какой был, такой остался, но люди начинают его уважать и считать, что там есть Бог. И когда люди так начинают делать, то тогда своими мыслями они всю чистоту воды начинают чувствовать, и он обогащается этой любовью и становится святым. А если там святой человек попил хоть раз, то точно источник становится святым. Так вот, когда человек с такой трепетной любовью к природе относится, к людям, он получает силы жить. Вот, допустим, если вы любите страну, в которой вы живете, людей, которые здесь находятся, получает силы жить. Одна женщина мне говорила, я не люблю этот город, мне здесь плохо. Оказывается, она приехала из другого места, там другой менталитет у людей. Она просто не понимает людей. Я говорю, вот смотрите, здесь люди вот такие. Когда я все это рассказал, она на следующий день говорит, теперь уже больше люблю. Ну, то есть она просто не понимает. Не люблю, значит, не понимает. Не понимает людей, не понимает культуру. И поэтому она говорит, неплохо здесь, это плохой город. Город хороший, просто ты ничего не соображаешь в этом городе. У тебя нет знаний просто, и все. Надо принять, научиться любить людей. И все нормально будет. У меня есть большой опыт. Потому что я лекции читаю от Владивостока до Болгарии, Венгрии. Ну, то есть полземли. До Америки далеко лететь. Там тоже, вы слушали, там есть желающие, но далеко. Там совсем другие люди. Поэтому идет вражда между, допустим, Россией и Америкой. Почему вражда? Они совершенно разные. Менталитет разный. Они друг друга не понимают просто. А люди хорошие там и здесь, везде хорошие. Все. Люди одинаковые, хорошие. Просто когда менталитет отличается, начинается вражда, потому что люди друг друга просто не понимают. И все. Но когда люди начинают заниматься духовной практикой, они с Богом ближе становятся, они с Богом сильнее соединяются. И от этих людей начинает исходить сила. Слушайте меня. Начинает исходить сила, которая всех мирит. Мирит. Потому что любая вражда означает энергия времени. И в целом существуют четыре стадии разрушения. Везде. Это действует везде одинаково. Означает четыре стадии нехватки энергии любви. Вот, допустим, возьмем семью. Если энергии семьи, любви в семье хватает, а есть два типа энергии любви в семье. Первый тип – это аванс. Называется влюбленность или чувство, что мне нравится жить с этим человеком. Это аванс от Бога. Депозит. То есть Бог вложил депозит в семью и говорит, ну вы пока пользуетесь, но сами параллельно начинаете учиться любить друг друга. И они балдеют там друг с другом. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Балдеют им хорошо, обнимаются все. Депозит тратят, короче. Тратят депозит. Думают, что он будет всю жизнь. Между ними вот эта вот влюбленность. Они верят в это. Думают, да, все это ерунда. Между нами все время будет влюблено. Все жизнь. Все. Полное безумие так думать. Бог что вам будет всю жизнь энергию любви давать, что ли? Он вам дал определенное количество. Наслаждайтесь. Для чего он вам дал? А чтобы вы поверили, что между вами должно быть все хорошо. Хорошо, замечательно. Энергия любви кончается. Кончается потихоньку. Это депозит кончается. Милость Бога. Влюбленность. Теперь. Есть еще другая энергия любви. Когда ты начинаешь служить, заботиться о близком человеке, прощать, правильно себя вести, верно себя ведешь. Строго иногда, когда надо, с любовью тоже. Тратишь на него силы свои. Начинается гармония опять. Это уже с Богом никак не связано. Это ваши усилия. Это ваша любовь. И таким образом вы постепенно создаете стабильные отношения в семье. Своими усилиями уже. Влюбленности уже нет. А есть благодарность, верность и искренность. Она гораздо глубже, чем просто влюбленность. Когда люди до таких отношений доходят, они точно никогда друг друга не бросят. Но чтобы тратить на человека силы, для этого надо откуда-то их брать. Если ты находишься в депрессии, молиться ты не сможешь, у тебя нет сил. Любить людей не сможешь, потому что для этого нужны силы. А когда ты выходишь на улицу, тебе не надо делать ничего. Потому что Мать-Земля настолько милостивая, что она вам силы даст по-любому. По-любому. Вот хоть злой бы человек, хоть добрый, хоть пьяница, хоть наркоман, хоть убили кого-то, хоть не убили. Она все равно вам даст силы жить. Если вы начнете бегать, у вас все в сердце начнет восстанавливаться, и вы почувствуете прилив сил. Куда теперь этот прилив сил тратить? Тратьте его всегда на то, чтобы установить правильные отношения с людьми, потому что на них тратится больше всего жизненной энергии. Чувствуйтесь с человеком, не справляйтесь в отношениях подальше. Не потому что вы его не любите. Некоторые подальше, значит все, мы с тобой не водимся. Подальше означает, я не могу, не справляюсь. Будьте смиренными. Чувствуйтесь с человеком, не справляйтесь. Подальше желайте ему счастья и сердца. Но не надо с ним выяснять отношения. У вас нет сил. Сохраните силы на свою жизнь. Первое, что нужно сделать, нужно правильное отношение с людьми установить. Возьмите правильную дистанцию. Всегда держите такую дистанцию, чтобы вы не срывались, не злились. Чувствуете на кого-то, злитесь. Перестаньте с ним близкие отношения строить, разговаривать о каких-то близких вещах. А если о делах говорите, говорите коротко, ясно. И давайте намек, что вы как бы не склонны сейчас что-то детально обсуждать. Желайте счастья с человеком, коротко, ясно. И не приближайте его к себе, потому что вы не тянете. Все. Дистанцию установили, правильную силу не тратятся. У вас началось здесь восстанавливаться все. Если же вы ведете себя, как та собака, которую, как бы понимаете, две собаки гавкают и грызутся, да? Их растаскивают хозяева. Они лезут друг на друга. И как бы собака одна вырывается с ошейника и бежит куснуть. Та ее кусает, а опять ту ее уже без ошейника, за шкирку ее отрывают. Она, эта собака, ничего плохого не делает. Она просто хочет объяснить другой собаке правду жизни, понимаете? Она просто ей хочет объяснить, где правда на самом деле, что та не понимает правду и все. Но она объясняет, как может, по-собачьему. Если вы рветесь, вот доказать, как правильно, когда вы не любите друг друга, ругаетесь друг с другом, вы ничем от этих собак не отличаетесь. Запомните, если вы раздражены, вы никому ничего никогда не докажете, это невозможно. Человек может услышать тебя, только если твой разум спокоен и его. И между вами есть энергия любви. Он тебя услышит в этом случае. Противно? Нет. Это невозможно. Если вы раздражены, чуть разозлились, все, он не услышит. Не надо ничего делать. Не надо бежать ему объяснять. Но мы бежим. Знаете почему? Потому что тянет. Тянет вот эта сила. Потому что кажется, что я сейчас объясню, мне станет легче. Не, легче не станет, будет еще хуже. Потому что ты никогда не объяснишь. Человек может понять только любовь, только любовь. Если же вы уже стали чуть-чуть сильнее и чувствуете, что у вас появилось спокойствие внутри, вы расставили правильное в отношениях дистанции, вы чувствуете, что ни с кем в отношениях не перегружаетесь, никому ничего не доказываете, вы как бы успокоились внутри себя. Воевать перестали, доказывать перестали, просто нашли мир в сердце своем. То дальше следующий шаг. В любые дни, чтобы быть счастливым, надо всегда отдавать свою любовь другим. Только любовь начала отдавать, началась гармония. Люди спрашивают, откуда у вас сил хватает? Всю лекцию три часа читать, еще потом ответ на вопрос. От вас сил у меня хватает, от вас. Вы мне даете сами эти силы. Потому что вас много, я один. Вы меня наполняете силами, я вас потом назад вам отдаю. Такая система. Потому что, если я с любовью к вам отношусь, то начинается гармония. Вы любите, я люблю, идет взаимодействие, оно дает силы. И человек в любые дни тогда может быть счастливым, если он так вот живет в этой гармонии. Кто запрещает, скажите. Закон издали в Казахстане, чтобы не любить людей. Кто-то запрещает, нет? Нет. Запрещает привычки и образ жизни. Вот смотрите, если я в автобус зайду и начну, допустим, говорить, я желаю всем счастья. Меня могут забрать в психушку. Вот это на полном серьезе. А если я зайду в автобус и какую-то пошлость скажу, анекдот, все будут улыбаться, все будут довольны. Понимаете, это означает культура. Она сейчас распространена, такая культура по всей земле. Я не могу на улице открыто желать всем счастья. Поэтому нужно секретничать. Приведу пример. Я, допустим, проэкспериментировал в Москве. Я как бы ехал в метро с другом. И мы договорились, что мы в метро будем улыбаться друг к другу и радоваться при всех. И очень активную позицию жизненную в этом вопросе займем. Мы зашли в метро, там давка. Все стоят, насупились. И мы начинаем как бы с ним радостно говорить. Я наблюдаю за людьми. И люди вокруг нас прям веером пошли. Каждый сам в себе что-то сидит такой довольный там. Кто-то тоже начал улыбаться, общаться. Понимаете, пошел веер вот этот вот. Эта энергия радости, она начала распространяться. И люди, они как бы стыдно, что мне хорошо, когда всем плохо. Но они все равно как-то втихаря радуются. Должно быть перестать стыдно, понимаете. Мы должны победить вот эту атмосферу депрессии хронической. Человек должен радоваться авторитетно. Ну что мне не стыдно, я имею право радоваться. Люди оценивают, благодарными становятся потом. Если ты вкладываешь силы в отношения даже с чужими людьми. Поэтому невозможно в депрессии человеку так себя вести. У него нет сил на это. Здесь нужны какие-то силы. Поэтому сначала природа. Бегаем, гуляем. Вот я на лекции, когда у меня заканчиваются силы. Я вам открою один секрет, но вы им не пользуетесь. А когда меня от вас вырывает уже, как бы, дальше мы садимся в машину, делаем длит, что мы уезжаем. Потом останавливаемся возле набережной. И меня выводят к реке. Я стою там буквально 15 минут возле воды. И у меня все возвращается назад в силу. И легче становится. Вставлять 15 минут возле воды всего. Я отнимаю от сна 15 минут, но зато я потом хорошо сплю. Просто возле воды чуть-чуть постоять. Продолжение следует...